Все лучшее детям решили жители 49-го дома по Марисе Терезе и приступили к благоустройству своего двора. Чтобы сделать территорию не только красивой, но и полезной, здесь разместят сразу три площадки. У нас вот теперь появилась детская площадка, калда, и площадка для тренажеров будет у нас. Я считаю, что это будет нормально, озеленение будет. Посадим у нас деревья старые выключили, посадим молодняк. Обновление территории стало возможным благодаря активности жильцов. Инициативная группа подготовила документы для участия в программе формирования комфортной городской среды. Вовремя оформили необходимые документы, разработали проект благоустройства и теперь внимательно следят за исполнением своего замысла. Подрядчик в график укладывается, более половины работ по благоустройству выполнены. Осталось уложить резиновое покрытие на площадке, после этого начнут устанавливать оборудование. Мы учитываем мнение жителей всех прилегающих домов. Собирается определенный коллектив людей, выбирается оборудование, выносится это на обсуждение, согласовывается и производим работу. Работу по благоустройству контролируют не только жители, но и представители районной администрации. Мы контролируем это в ежедневном буквально режиме, но каждый понедельник здесь собираемся в таком уже расширенном составе. У нас собираются и депутаты, и активные жители, и все вопросы, которые у нас накапливаются, ну как минимум за неделю, они обсуждаются и решаются. Завершить благоустройство двора планируют до начала осени. Всего в этом году по программе формирования комфортной городской среды в железнодорожном районе Самары обновят три двора. Еще одна территория на проспекте Карла Маркса запланирована к ремонту по проекту содействия. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.